Всем привет! Вот уже практически три недели, может быть чуть больше, чуть меньше, я пользуюсь вот таким замечательным защитным стеклом от компании Кофели. Это стекло, вообще этот бренд мне давно известен, я впервые попробовал им пользоваться где-то года полтора назад, я уж точно не помню, и с тех пор я стал как бы его поклонником, потому что этот бренд делает действительно высококачественные стекла по прочности, по леофобке, по цене шикарные стекла. Но единственный момент, что эти стекла не всегда хорошо клеятся на смартфоны. И в общем-то этот смартфон не стал исключением, я значит наклеил это стеклышко, прошелся везде специальной жидкостью, которая была в комплекте, но несмотря на это периодически у меня появлялись некоторые воздушные прослойки. Я честно скажу, что я наклеил это стекло и отправился на отдых с женой, где-то, ну не знаю, может быть дней 10 нас не было, и это стекло периодически, я его использовал вот с этим чехлом от компании Нилкин, я использовал, поэтому это наверное как-то спасло ситуацию, периодически здесь появлялись вот здесь, вот здесь воздушные такие прослойки. Но так как с собой я конечно же не брал никакую жидкость, ничего не брал, то ничего долить я не мог. Но из-за того, что под такой надежной достаточно защитой находилось это стекло, то эти воздушные прослойки, они потом сами затянулись и ушли. И теперь, если вы посмотрите, я его специально не протирал, вот вы видите, насколько тут жирные пятна остаются, вот давайте сначала на них посмотрим, и вы поймете, насколько здесь хорошая олеофобка. То есть это обычное использование смартфона, вот я его верчу в разные стороны, и вот смотрите, оно идеально чистое, это стекло, ну вот пытаюсь оставить отпечатки, и ничего не происходит. То есть это стекло, ну очень-очень трудно запачкать. А как его оттереть, да это вообще очень просто. Несколько раз обвечь протер, и вот посмотрите, оно кристально чистое. Так вот, следующий момент по поводу этих воздушных штуковин, которые у меня появились. Они сами ушли. Отчасти, я так думаю, что это благодаря тому, что я туда особо не лез, ничего не надавливал. Просто нужно было подождать, пока воздух сам выйдет, и все. Такое у меня периодически происходило на других смартфонах, но там, к сожалению, ситуация так просто не решалась. То есть стекло уже, когда появлялись какие-то воздушные прослойки, оно уже назад не возвращалось. Здесь же меня это миновало, и стекло, честно скажу, вообще не хочется снимать, просто у меня на очереди еще несколько стекол для теста. Но кофейли будет одним из тех стекол, которые я в конце концов установлю. По крайней мере на данный момент это лучшее стекло, которое можно, в общем-то, на этот телефон наклеить, лично по моим критериям. То есть отличная леофобка, цена всего лишь 2 доллара. Комплект, с которым продается это стекло, просто шикарный. То есть там отличная спиртовая салфетка, отличная салфетка для протирки. Оно очень хорошо, легко клеится, и даже несмотря на то, что я его кривовато, видите, поклеил, то есть ближе к этому краю. Несмотря на это, оно отлично подружилось со всеми чехлами, которыми я пользовался на этом смартфоне. Поэтому я могу смело его рекомендовать, если вы любите неполный клей. То есть есть люди, которым нравятся стекла с рамками. Я, честно говоря, люблю больше вот такие стекла, потому что они не съедают пространство, не съедают часть экрана. Да, грани получаются чуть-чуть как бы открыты, но благодаря тому, что все-таки используются достаточно хорошие чехлы у меня, то, в общем-то, все находится под защитой. То есть вот так, если поставить, то смартфон, видите, не скользит. То есть, ну, в общем-то, все отлично. Так что вот такой вот опыт использования небольшой. Если кому-то интересно, я это стекло буду снимать и вместо него клеить другое, которое мне пришло с Алиэкспресса, уже там или откуда, я не помню. Ну, короче, вы увидите видео по поклейке на основном канале. Заходите туда, там я выкладываю разные обзоры, распаковки. Но вот опыт использования вы, конечно же, сможете увидеть здесь, на этом канале. Ссылка на это стекло будет в описании. Там же будет ссылка на два кэшбэка, которыми я пользуюсь. Обязательно тоже ими пользуйтесь. Ну и заходите в группу ВКонтакте. Ссылка тоже на них в описании будет. В группе ВКонтакте вы сможете узнать о каких-то купонах, скидках, акциях и новостях. Так что, как всегда, Кафеля показала себя с отличной стороны. Но вот честно скажу, на будущие видео будет опыт использования. На Mi 9 SE, к сожалению, стекло легло достаточно плохо. То есть, появились воздушные прослойки, которые никуда не уходят. Попробую залить жидкость, но не знаю, поможет ли. То же самое вот у жены на Mi 9 SE точно такое же стекло. Не знаю, почему вот как-то не получилось у меня его хорошо приклеить. Либо оно само по качеству. То есть, где-то какая-то лотерея. Кстати, точно такое же стекло я наклеил тоже от Кафеля на Mi 9, только чуть раньше. И вот посмотрите, оно шикарно легло и до сих пор отлично лежит. Никаких воздушных прослоек, все просто отменно. Опыт использования тоже выйдет здесь на канале чуть-чуть попозже. Спасибо всем за внимание, хорошего настроения. Пока! Ну и, конечно, небольшое дополнение к этому видео. Куда же без краш-теста? Как и все свои стекла, которые я тестирую, я рассказываю о них в плане прочности. То есть, здесь мы видим за все то время, пока я пользовался стеклом, небольшая есть царапулька. Вот такая вот здесь. Я не знаю даже, как она появилась, честно говоря. Но она достаточно глубокая. То есть, это был какой-то либо удар, либо царапина каким-то камнем. Как я уже говорил, вот так вот, я думаю, будет виднее. Как я уже говорил, использовал это стекло исключительно на море. Там песок был, всякое такое. А может быть, она была и до моря. Я уж точно не помню. Ну, в любом случае, вот по прочности видно, что стекло целое со всех сторон. Никаких проблем с ним нет. Сейчас будем его, даже при вас я возьму вот так вот и начну всячески вот так вот ножом царапать. И вы увидите, что оно отлично сопротивляется всяким ударам, царапинам. Это ему вообще не страшно. Ну, вот смотрите. Вот так вот я постараюсь показать. На стекле ничего нет. То есть, оно в отличном состоянии. Изумительное, гладкое. Вот видно, что стеклу ничего вообще с ним не произошло. Попробую вот так вот, да, загородить, чтобы вам было видно. Вот видно, что стекло очень прочное. И ничего не боится. Ну, и теперь попробуем вот такие вот удары угловые. Все, стекло уже дало слабину после таких сильных ударов. Поэтому сейчас оно уже очень легко может потрескаться даже от слабого удара. Но, как вы можете заметить, оно целехонькое. И ничего с ним не произошло. Никаких трещин, ничего. Ну, и попробуем его уже добить, чтобы понять, насколько оно прочное на максимум. Ну, вот видно, что вообще ему по барабану падает с высоты где-то, наверное... Это очень тяжелый мультитул, чтобы вы понимали. Он падает с высоты где-то сантиметров 10. Ну, вот теперь сантиметров, давайте, 20. Вот, даже не видно его в кадре. Видите, стекло остается целым. То есть, на удивление. Хотя оно уже должно дать слабину и потрескаться. Ну, еще давайте с расстояния тоже сантиметров 20. Вот так. Вообще ему ничего не страшно. Поэтому стекло могу смело рекомендовать, если кому-то нужно реально прочное стекло. Вот так вот оно выглядит. Целенькое. Ничего с ним не произошло. Все отлично. Ну, и теперь давайте попробуем разбить. Тут у меня на мультитуле есть специальная штука, которая разбивает в экстренных ситуациях автомобильные стекла. Давайте попробуем это сделать. Ну, тут вообще достаточно легкого удара, потому что эта штука очень прочная. И она предназначена для того, чтобы разбивать стекла на автомобиле. А это для него вообще семочки. Да ладно. Оно целое. Я в шоке. Я вот этой штукой разбивал вот этим вот концом. Он из сверхпрочного металла. Алмазный там или какой, не знаю. Но, короче, я этой штукой разбивал любые стекла защитные. А это не получилось. Я не знаю, что еще добавить. Давайте попробуем еще. Сейчас еще раз проглажу, чтобы она была как будто прилипшая к смартфону. Смотрите. Не разбивает. О! Наконец-то. Ну, и теперь по поводу характера удара. Давайте разберем, уходит ли у нас удар. Да, здесь удар был настолько сильный, что ушло на эту сторону. Но я больше чем уверен, что при других обстоятельствах это стекло выдержит удары и не покажет себя так плохо. То есть, вот здесь у нас есть выпуклость. А значит, этот удар у нас пришелся бы на стекло самого смартфона. Но не забывайте, что здесь у меня сверхвысокопрочный вот этот наконечник. Поэтому у вас вряд ли будут такие преграды на пути этого стекла встречаться. Но в любом случае, видно, что оно очень прочное. И видно, что оно не рассыпается. То есть, оно держит паутинку. То есть, здесь хорошая основа пленочная. То есть, все по красоте, все традиционно. Стекло, кстати, чистенькое, кристально. Видно, что практически не вносит никаких световых проблем. То есть, видно, что вот как было, так практически и осталось. Ну, чуть-чуть затемняет, может быть, чуть-чуть затемняет экран. А так, в целом, ну, выше всяких похвал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok